Девочки и мальчики, я хотела вам показать, не отходя от кассы, свой заказ Wildberries детский. Те, кому интересно, оставайтесь. Кому не очень, то прошу не раздражаться и видео закрыть. Да, на заднем плане бесятся дети мои, так что не обращайте внимания. Итак, первое, с чего хочу начать, это не вещь, в общем-то, ну, как бы вещь, конечно, но не одежда. Это обложка для паспорта, я купила себе, чтобы отличать свой паспорт от паспорта мужа и вообще, чтобы было удобнее. Он такой прикольный, здесь написано The Queen of Broken Hearts. Вот, ну, классная обложечка, довольно, кстати, плотная, такая серьезная. Вот, да, вот такой вот у нас казахстанский паспорт. В общем-то, обложка у него довольно серьезная, но, тем не менее, все равно, я взяла эту вещицу по скидке, так что абсолютно не жалею. Дальше, вещи, в общем, в основном моего сыночка. Вот такие вот я приобрела ему, ну, как бы трусики, да, которые можно надевать с памперсом. Это, конечно, уже ближе к лету, они немножко ему на вырост, чтобы, в общем-то, их и на улицу можно надевать. Три разных цвета здесь. Вот такие вот светленькие, темненькие, со звездочками. И, по-моему, чисто, чисто такие вот. Так, вот, сейчас покажу, секундочку. Ой, вот такие вот. Вот, классненькие, очень приятные на ощупь. Это хлопок. И, в общем, фирму эту я очень уважаю, как я уже и говорила, Lucky Child. Это просто замечательная фирма детская. Сразу хочу показать такой вот, я купила сыночку Боди. Это ему, наверное, где-то, ближе к Годику одевать. Я не стала его, поэтому еще распечатывать. Написано Daddy's Future Goalkeeper. В общем, команда Manchester United. И сзади цифра 1. Ну, в общем, папа у нас футбольный фанат. Так что, ну, это как бы бодик такой в тему пришелся. Тем более, по скидке он стоил совсем-совсем недорого. Качество хорошее. Ну, в общем, симпатичный такой. И вещица, ну, довольно редкая. В магазине, конечно, такого не купишь. Так что, поэтому я приобрела. Еще один бодик уже такую на военную тематику. Вот. Тоже на вырост. Очень мягенький. Это даже такой вот бодик, как бы, песочник, скажем так. Это фирма Кот Маркот. Ну, в принципе, хороший, приятный боди. Дальше тут попадается мне футболочка Дочи. Я своей приобрела. Это новая коллекция Твоё. Весеннее, летнее, если я не ошибаюсь. Или весеннее. Вот. Совместность Дисней. Вот такие красивые тут Микки Маусы переливаются. О, Микки написано. И вот такого она розовенького цвета. Классная. Немножко, конечно, на вырост. Но я думаю, это не страшно. Качество очень хорошее. Дальше это я мужу обычную майку заказала. Но, знаете, вот мы ему не можем в магазинах подобрать майки по размеру и по качеству, чтобы соответствовали. Здесь вот майку я одну от Твоё, вот эту приобрела. Еще до этого мы от Тоджи приобретали. Классная. Довольно плотная. Хорошо тянется. Приятная к телу. И, знаете, не теряет форму после первой же стирки. Так что очень советую. Так. Тут, в общем, это я в довесок заказу взяла силиконовую лопаточку. Я уже давно-давно хотела такую вот. Чтобы, знаете, не царапать тефлоновой сковородочки. В общем, пригодится мне в хозяйстве. Еще я взяла силиконовую прихватку. Ну, вот сейчас с ней моя дочь играет. Хочу проверить, как вообще силиконовые прихватки в буту. Говорят, что, ну, в принципе, неплохо так работают. Единственное, что долго в них нельзя горячее держать. Вот. Но поделитесь опытом, те, кто пользуется силиконовыми прихватками. Ну, она такая, знаете, в виде собачки. Вот такой вот. Если получится, вставлю еще видео. Вот. Это в довесок я заказала, в общем. И здесь еще вот такое вот платьице тоже от Твое для дочи. Обычное, хэбэшное. Вот такое вот. Классное очень. Мягкое, приятное. Клевое, в общем. Что это у нас? Ползунки. Ползунки у нас никогда лишними не бывают. Вот. Тоже Кот Маркот фирма. И последний бодик. Это уже, опять-таки, Лаки Чайлд с крылышками. У меня спрашивали, где я покупала комбинезон такой с крылышками. Вот там же на сайте Wildberries фирма Лаки Чайлд. Они делают вот такие вот комбинезончики с крылышками. Это у меня, в общем-то, боди. Такого красивого кремового цвета. Вот. Классный. Очень классный. Вот. В общем-то, это был весь заказ таких вот вещей именно для деток, для моих. В общем-то, да. Что я хотела сказать. Частенько меня спрашивают под видео, действительно ли так дешево покупать вещи. И на сайте Wildberries. Ну, не знаю. В общем, девочки, вы заходите на сайт Wildberries. Там есть акции раздел. Наверное, я как-нибудь покажу, как это вообще работает. Вот сейчас, кстати, я подумала, что, наверное, вот следующий кусочек я вставлю и покажу, как я обычно делаю заказ. Ну, просто вот на примере чего-либо. Так что, надеюсь, вам будет это интересно. Итак, я хотела показать, как я, в общем-то, делаю заказ с сайта Wildberries. Ну, примерно, в общем-то. Чаще всего я делаю это через приложение мобильное Wildberries, так как здесь иногда скидки даже чуть больше, чем на сайте. В общем-то, заходим на сайт Wildberries и на главной страничке. Вот вы сразу видите, как бы, акции. Глобальная распродажа, Total Sale и так далее. То есть, как бы, разделы разные идут и какие скидки. Либо же вы можете сделать по-другому. Здесь вот прям есть раздел акции. И здесь мы видим, что сейчас идутся акции. Вот, праздничная акция Odji. Написано, сколько будет действовать. Глобальная распродажа. И вот пошло-пошло-поехало. Также есть такой вот раздел, например, как скидки недели. Заходим сюда. И здесь вот мы видим, можем полностью вот так вот смотреть, как бы, все товары, которые здесь представлены. Можем выбрать какой-то определенный раздел, который нам нужен. Также, что удобно. Ну, например, давайте зайдем в книжную продукцию. Есть здесь такая вещь, как сортировка. Вот, заходим в сортировку и выбираем, чтобы нам товары выдавались по цене от минимальной к максимальной. И наоборот можно делать. Ну, и также вы можете выбрать по скидке, чтобы сортировалось по обновлению, по популярности и так далее. Но мне удобнее всего по цене, так как сразу я первыми вижу товары самые недорогие. И дальше уже дороже, дороже, дороже идет. Вот. Таким образом, у меня вот вообще всегда такая сортировка стоит. И вот мы видим самые, скажем так, недорогие товары. И вот пошло-пошло-поехало. Также, когда мы добавили товар в корзину, я добавила, например, товары в корзину. И пока я не хочу оформлять заказ, вот здесь вот в этом разделе можно добавить в резерв или удалить из резерва. Вот сейчас у меня два товара в резерве. То есть вы можете добавить товары в резерв на сутки. То есть на раздумья, вот вы думаете, пока заказать или нет, но не хотите, чтобы за это время, в общем-то, этот товар раскупили. И вы его как бы откладываете. Вот таким вот образом, в общем-то, это действует. Что касается промокодов. Сейчас постараюсь продемонстрировать. Вот, например, сегодня на весь раздел детской одежды действует промокод 22%. И написано, на какие бренды не распространяется промокод. И также, вот, например, это на всю одежду, да, исключая вот такие-то товары. А вот 15% на все товары, включая новинки. Вот, и также товары, которые исключаются. То есть, вот вы, например, зашли в этот раздел, выбрали все, что вам нужно, например, да. И следом нажимаете вот сюда, либо сюда на один из промокодов. И он сразу копируется автоматически. И скидка добавляется. То есть скидка, точнее, списывается с товара. То есть как бы не нужно его отдельно выписывать и так далее. То есть промокод сразу срабатывает. И вы в корзине уже видите его окончательную стоимость для себя. Вот, таким вот образом это действует. Ну и плюс, да, чем больше вы заказываете, и чем больше, самое главное, вы выкупаете товар, тем как бы больше становится скидка вашего постоянного покупателя. Начально, по-моему, скидка 5%, 10% есть, 15%. Ну, больше, если честно, не знаю, есть или нет, не интересовалась. Но тоже эта скидка, конечно, действует не всегда и не на все товары. Но в любом случае, как бы, постоянному покупателю скидки есть. Также периодически дают скидку, если вы не постоянный покупатель, просто на все товары, 3-5% скидку. Это обычно идет, ну, один день где-то такая акция идет. В общем-то, что хочу сказать. Ну, для меня это уже, если честно, немножко как хобби высматривать какие-то скидки, что-то заказывать чуть подешевле, чем оно есть. Иногда и не чуть подешевле, иногда намного дешевле. Но я частенько захожу просто в приложение и смотрю, какие сейчас акции, какие сейчас скидки. И, в общем, если что-то есть, что меня устраивает, и скидка хорошая, я сразу же добавляю, как бы, в корзину и оформляю заказ. Или же оставляю в резерве, если мне надо подумать, да, какое это время. Вот, и, в принципе, ничего сложного. Как я уже хотела сказать, да, конечно, безусловно, на сайте Wildberries есть категория вещей, которые довольно дорогие. Например, обувь я никогда не заказываю, потому что очень дорогая здесь почему-то обувь и так далее. Но в основном я считаю, что здесь вещи заказывать дешевле, и не только вещи. Также декоративная, косметика уходовая и так далее. Вот, так что я надеюсь, вам эта информация была полезна. Обязательно оценивайте, комментируйте видео. Подписывайтесь, если не подписались. Оставляйте запросы. И буду рада видеть вас снова. Всем пока!